Отсюда кажется, что до левого берега Волги подать рукой. Но между берегами 4 километра. Именно в этом месте и будет построен мост, соединяющий Тольятти и Климовку. Помимо мостового перехода будут построены подъездные пути. Общая длина участка составит 102 километра. По проекту автомобильная дорога будет иметь 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. Строительством будут заниматься ведущие специалисты страны, которые строили и Крымский мост. На совещании с губернатором Дмитрием Азаровым мостостроители отметили, что самарская конструкция имеет два уникальных момента. Во-первых, из 25 пролетов длина 24 превышает 100 метров. Во-вторых, если при строительстве Крымского моста максимальная глубина водоема не превышала 12 метров, то здесь 36. Мы делаем сейчас такой проект, который бы не допустил никаких отклонений, нарушений, специальных согласований и прочее. То есть это настолько выверенные конструкции, настолько уже отработанные решения, чтобы как можно быстрее, без каких-то задержек, сделать этот объект. Мост через Волгу станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары. Снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти. Обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны Тольятти, технопарка в сфере высоких технологий Жигулевская долина, автоваза, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольятинской агломерации. Самарская область насыщена объектами инфраструктурными, это из-за провода высокого давления, линии электропередачи и так далее. Все это максимально учтено при проектировании, но все это создает дополнительные виды работ на территории региона при прокладке самой трассы, ну и, конечно, строительство мостового перехода. Строительство моста начнется весной, а сейчас на обоих берегах Волги рабочие обустраивают подъездные пути, готовят причал для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.